В Ангарске выросло число краж и грабежей. Самым, так скажем, надежным способом защитить свое имущество – это не оставлять его без присмотра. Сотрудники полиции рассказали, какие дачные участки под угрозой и как не стать жертвой преступлений. Курс на высокотехнологичную медицину. Это все равно, что из хостела переехать в пятизвездочный отель. То есть как бы достаточно все комфортно, удобно, свободно, светло. Первая городская больница – новая операционная и реанимация. Помещения оборудованы по последнему слову техники. Капитальный ремонт может снова выйти для ангарчан боком. Когда вы провели это согласование? А, смотрите, ну, дата здесь не стоит, но проект у нас утвержден. Печати фонда есть. Подрядчики подписывают документы с задним числом и угрожают жителям недоделанным ремонтом. Главные новости среды в этом выпуске в студии Данил Недзельский. Здравствуйте. Третьи сутки. Продолжается поиск туриста, который 10 июня в компании своих друзей перевернулся на аэролодке во время сплава по реке Китай. ЧП случилось в 130 километрах от Усольского района. Выжил один человек. Тела мужчины и женщины обнаружили спасатели. Один из погибших – житель поселка Мегет Ангарского района. МЧС Иркутской области предупреждает, что реки Снежная, Иркут, Китай и Ака признаны опасными для сплавов. Такие походы требуют специальной подготовки и спасательного снаряжения. На месте происшествия работает оперативная группа. Следственный комитет начал доследственную проверку. Ангарчане становятся жертвами поджигателей, мошенников и дачных грабителей. С наступлением лета у сотрудников правоохранительных органов добавилась работа. Преступники воруют велосипеды, нападают на дачные участки и грабят пожилых прохожих. Подробнее материали далее. Велосезон открылся, а вместе с ним вверх поползла криминальная статистика по кражам двухколесного транспорта. За пять месяцев текущего года следователями Ангарска возбуждено 11 уголовных дел по данным фактам. Пик краж пришелся на май. Стоимость украденных железных коней от 7 до 40 тысяч рублей. До 80% таких преступлений совершаются из подъездов и домов, во дворах домов нашего города. 91% краж велосипедов совершены путем свободного доступа. Конечно, самым, так скажем, надежным способом защитить свое имущество – это не оставлять его без присмотра. Еще один высокий показатель криминальной статистики – это кражи с дачных участков. За пять месяцев возбуждено 78 уголовных дел. Самое излюбленное садоводство у преступников – это лесник, строитель и широкая пать. Воруют металлоконструкции, бытовую технику и электроинструменты. Начался сезон, у нас увеличилось количество поджогов садовых домиков, сараев, садовых домиков, поджогов. Бывает у нас, что неисправно. Прочти, что каждые сутки мы выезжаем на поджоги. Бывает у нас, что неисправно. Проводка началась, топление печей, бань. Сегодня в производстве следователей первого отдела находятся два таких случая. В первом из-за поджога ангарчанин понес ущерб на 300 тысяч рублей. Во втором лишился постройки на сумму в 1 миллион рублей. Полицейские подозревают знакомых потерпевших, с которыми у них накануне произошел конфликт. Мария Константинова, Роман Буйнов. Местное время. Сегодня утром, в преддверии дня медицинского работника, хирурги 1-й городской больницы отметили новоселье. Врачи разрезали красную ленточку в обновленном операционном корпусе, современное оборудование, просторные площади, сверхбезопасные материалы. К этому коллектив медиков шел не один год. Преимущество нового оперблока оценила моя коллега Яна Попова. Люди в белых халатах, несмотря на всю серьезность профессии, чувства юмора не лишены. Так говорят, жить легче. Кота в новую операционную пускать не будем, шутят медики. Не положено. Тут все стерильно, тем более после ремонта. Сегодня в новом операционном блоке 1-й городской больницы мощная вентиляционная система с ламинарным потоком распределения воздуха. То есть, одномоментно помещение проветривается, а воздух очищается. Даже новые стены и полы здесь теперь работают на сохранение чистоты. Это специальное медицинское назначение линолеум. Но он очень плотный, толстый, то есть он не подвергается деформации катавки. С загибом идет совершенно четко. Но он может стучать как-то. Да, твердый. Стеновые панели медицинские, они гипсометаллические, подвергаются обработке. И в них уже в стенах полностью встроена современная новая бактерицидная система очистки воздуха интиляционной. То есть стоит новая шахта, на крыше установлено оборудование большое. В этом году больнице исполняется 67 лет. К такому шагу готовились чуть ли не добрую половину всего срока. Деньги накопили за счет коммерческой деятельности больницы. Ремонт обошелся в 11 миллионов 800 тысяч рублей. Почти треть ушла на вентиляционную систему, которая теперь отвечает всем требованиям Санпина. Еще 4,5 миллиона на оборудование. Часть выделил территориальный фонд Министерства здравоохранения Иркутской области. За счет этих площадей увеличили? Совершенно верно. И всю ее полностью отремонтировали. Сегодня она тоже в достойном виде была. То есть была обыкновенная кафельная плитка 10 на 10, что полы, что стены. Сегодня уже доведено все согласно с Санпина. Требования с комитарными. Работа хирургов – одна из самых ответственных и сложных. Ведь ежедневно в их руках спасение жизней. Теперь и на работу приятнее ходить после ремонта, делятся врачи. Но такой масштабный ремонт был проделан, конечно, для ангарчан. Теперь пациентам будет спокойнее. Им не придется отходить от наркоза в катастрофически маленьких палатах. Реанимационную увеличили в два раза. А с помощью новых аппаратов теперь можно ставить наркоз ребятишкам. Раньше такого оборудования в городе не было. После ремонта комфортно и бесперебойно теперь работает в круглосуточном режиме для экстренных случаев челюстно-лицевое отделение. Во втором полугодии этого года планируется приобрести нам новую видеоэндоскопическую стойку с современным электрохирургическим блоком. На основании этого администрации поставлены задачи со следующего года выполнять высокотехнологические операции. То есть будем проходить лицензирование в конце этого года. Соответственно, учеба врачей. У нас уже прошел учебу в Казани по эндоскопическим технологиям. С нового года будет проводиться такая операция, как резекция толстой и тонкой кишки с помощью видеоэндоскопического оборудования, которое позволяет не делать больших разрезов, а проводится всего лишь через несколько проколов. А значит, операция протекает менее болезненно и с минимальным реабилитационным периодом. Это все равно, что и с хостом, а переехать в пятизвездочный отель. То есть как бы достаточно все комфортно, удобно, свободно, светло. Когда мы сюда пришли в 2013 году, тут не было мониторов прикроватных, не было аппаратов ИВМ в достаточном количестве. То есть как бы все это приобрели кислорода централизованного не было. Тут были баллоны, стояли баллоны. И каждая кровать была оборудована противополарным одеялом. То есть на случай возгорания этого баллона, чтобы пациентов успеть накрыть. Ну то есть, соответственно, сейчас мы с 19 века перешли в 21-й, наконец-то. Любая больница начинается с приемного покоя. В прошлом году его тоже обновили. Теперь для удобства ангарчан все диагностические службы находятся в одном месте. Ну а операционный блок – самый серьезный объект учреждения. Обновить его было задачей номер один много лет. Проверку комиссии специалистов новый блок уже прошел и был принят. Теперь аналогов такой операционной и реанимационной блоку в городе нет. И это прекрасный подарок ангарчанам и медикам на профессиональный праздник. Яна Попова, Дмитрий Швецов, Местное время. Капитальный ремонт в Ангарске набирает обороты. В прошлом году областной фонд едва осилил три десятка жилых домов. Да еще с таким качеством, которое не устраивает жителей. В этом году чиновники замахнулись на все собранные ангарчанами деньги. В план капитального ремонта поставлено 156 объектов. Ангарчане обеспокоены, ведь гонка за сроками и количеством негативно сказывается на качестве. Такая спешка уже дала сбой. В седьмом микрорайоне подрядчик практически закончил работу, которая, вот досада, еще не согласована. Документов на эти работы у подрядчика просто не оказалось. Почему допущены такие грубые нарушения, разбирались наши корреспонденты. Это собрание с жителями 14-го Б-дома 7-го микрорайона инициировала подрядная организация «Звезда». Фирма настойчиво требует подписать документы проектно-сметной документации. Одно но. Ремонт на объекте подрядчики выполняют уже два месяца. И работников не смущает, что проекты смета не согласованы. Возмущений жителей нет предела. Их ставят перед фактом. Проект с медной документацией предоставлен не был. Вы зашли, сделали, нам подсовываете какие-то бумаги, подпишите, а все остальное, извините, откуда мы знаем? Лифт, извините, это особо опасный проект. Если он рухнет, будет отвечать тот человек, который его делал. На встречу с подрядчиками жители пригласили депутатов Думы округа Сергея Шаркова и областного парламента Дмитрия Ершова. Они давно курируют в Ангарске капитальный ремонт, поэтому в курсе всех подводных камней. На этом собрании они представляют интересы ангарчан. На вопросы депутатов представители фирмы не могут дать ни одного внятного ответа. Мы не убежали от фонда. А когда вы провели это согласование? Смотрите, ну, дата здесь не стоит, но проект у нас утвержден. Печать и фонда есть. Печать есть, а вот даты нет. Когда был согласован проект, неизвестно. По словам подрядчика, штамп фонда на документах появился две недели назад. Это грубое нарушение технологического процесса работ на опасном объекте и условий контракта, по которому фирма «Звезда» должна была согласовать документацию еще 28 февраля. По закону зайти на объект подрядчики могут только после всех согласований. Главное – одобрение сметы и проекта. Подрядчик должен получить от всех контролирующих органов и жителей. Но людей, живущих в этом доме, подрядчик почему-то решил исключить из процесса. При проведении первичного собрания должен быть выбран собственниками. Это обязанность собственника. Человек, который должен участвовать в приемке и подписи. Это не обязанность компании подрядной. То есть мы всего лишь монтажно-подрядная организация. Мы не должны этим заниматься в идеале. Давайте своими словами назову. Вам это не выгодно. Чтобы появился такой собственный. И ваша ответственность, чтобы такое собрание состоялось. Вы понимали, с кем работать на данном доме. Кто будет подписывать и принимать. Чтобы его одобрили и уполномочили жильцы. И это на этом доме не было сделано. Нужно отметить, что подрядчики все же выходили на жителей перед началом ремонта. Одному из собственников они предложили подписать проект и смету на замену лифтов. Вот только объяснить детали сложных документов не удосужились. Не стали обосновывать работники и стоимость оборудования. Цены на монтаж лифта в одном подъезде ангарчане услышали только на собрании. То есть после того, как механизмы уже установлены. Стоимость лифта стоит 2 миллиона 164 тысячи рублей. Второй разговор. Наш коллега, депутат законодательного собрания, звонил в иркутскую компанию «Лифт-сервис», который занимается этими же самыми работами. Сказали, мы такой лифт готовы установить за миллион 600 сенденцев. Разница полмиллиона рублей за лифт в одном подъезде. Подрядчик так и не смог обосновать депутатам и жителям стоимость работ за народные деньги. Люди уверены, вместо переплаты в многострадальном доме можно было решить не одну коммунальную проблему. Стена, в общем-то, непробиваемая. Деньги с нашего дома собираются очень большие. Но куда они идут, непонятно. Потому что крыши бегут. В подъезд мы фотографировали в подвале. У нас трубы. Не сегодня, а завтра взорвутся. Подрядчик отвечать на такие неудобные вопросы, казался, не готов. Представители фирмы «Звезда» быстро забыли, что пришли договориться и перешли к угрозам. Сейчас у нас находится какое-то здесь паразитирование данной ситуации. Но я вам хочу сказать следующее. Вы находитесь в этом доме. У вас огромная сложность в том, что возникнет в будущем, что не запустятся ваши лифты. Просто вот это вот разговоры, которые здесь ведутся. Остаться без лифтов местные жители не хотят. Прошлой осенью подъемники внезапно перестали работать. Подрядчики прибегли к такому шагу, чтобы вынудить людей поставить необходимые подписи. И теперь снова угрожают остановкой лифтов. Нас не надо загонять в сроки, зажимать, что мы скоро опоздаем, не успеем. Нас интересуют только две вещи. Это изучение документов ПСД, чтобы мы сказали, да, это стоимость. Обоснованно мы готовы подписать, заплатить за это деньги. И проектная документация, то, что сделано все по проекту, проекты подписаны, проекты проверены всеми инстанциями, что мы можем спокойно зайти со своими детьми в этот лифт и пользоваться им. Нас другое не интересует, ребята. Подрядчики, несмотря на все аргументы, продолжают настаивать на своем. Если жители не могут разобраться в документах, пусть отказываются от участия в процессе. Я вам предлагал написать письменный отказ, указать любую причину, что вы не специалист, что вы не можете подписывать эти акты. На что вы мне ответили, нет, я вам подписывать и писать ничего не буду. К слову, такой письменный отказ для собственников сродни смертному приговору. Эта бумага лишит их права участвовать в приемке всех работ по дому, а значит, развяжет подрядчикам руки. Кстати, такая картина складывается только в Иркутской области. В других регионах фонды капитального ремонта действуют в первую очередь в интересах жителей, а не подрядчиков. На всех территориях Российской Федерации, кроме Иркутской области, пока фонд капитального ремонта не проведет собрание, не установит виды работ, которые нужны. Может, вам крыша нужна, а не лифть сегодня, да? Не определить материалы, стоимость. Невозможно приступить к работам. С депутатом Сергеем Шарковым согласны и коммунальщики. На собрание специально приехала представитель управляющей компании «Жилком», которая обслуживает девятиэтажку. Как у меня инженер в отделе сказала, не было у нас пять лет капитального ремонта на домах. И слава богу, тяжело работать с подрядчиками. Во-первых, заходят подрядчики, которые в строительстве, ну, не совсем, так сказать, сведущие. Поэтому за ними глаз да глаз нужен. У нас инженер вместе с ними, вот ушла в восемь часов и пришла в пять часов. Она с ними находится, потому что делают такие работы, что потом, ну, люди же с нас будут спрашивать, что провели капремонт, а он через полгода развалился. Пять лет назад «Жилком» уже столкнулся с нерадивым подрядчиком, который в такой же спешке заменил лифт в многоэтажном доме. Подъемник после ремонта не могли запустить полтора года, а фирма, установившая его, исчезла. Подобных историй в Ангарске повториться не должно, считает Сергей Шарков. Меня, как депутата, интересует одно в данном процессе. Это безопасность наших граждан, когда ставится оборудование, которое должно быть перевозить наших детей, перевозить наших жителей. И поэтому мне хотелось бы видеть все документы, которые разрешают данному оборудованию на данном доме работать долго, в следующие 30 лет, так скажем. И второй вопрос, который меня очень интересует и мои коллеги депутатов, это обоснованность тех цен, которые заложены в смертной документации. Потому что деньги – это наши, наших ангарчан. Мы хотим за свои деньги, чтобы с нами общались, нам доказывали, нам объясняли, что вот этот именно лифт этой фирмы вам нужен, а не какой-то другой. Выход один, уверен Шарков. Нужно срочно вносить изменения в региональный закон о капитальном ремонте. Сегодняшние механизмы позволяют подрядам организациям, не неся никакой ответственности за качество работ, получать миллионы и даже миллиарды народных рублей. Вот эта спешка, которая происходит сейчас в Иркутской области для освоения 4,7 миллиардов рублей фонда капитального ремонта, она и приходит к таким последствиям, когда и подрядчик, и проектировщик просто не успевают действительно доработать данную документацию до логического завершения. Готовить объекты, обсуждать с жителями проекты и сметы представители фонда капремонта должны как минимум за год. Тогда даже за такой короткий сезон, как в Сибири, любой дом можно привести в порядок, чтобы он простоял еще не один десяток лет. Такой механизм и пытаются сейчас внедрить ангарские депутаты, предлагая, пусть наши деньги находятся в фонде, но ангарчане должны сами определять дома, материалы, виды и сроки работ. А главное, мы сами должны контролировать качество ремонта. Главный принцип предлагаемого пилотного проекта, пока качество не устроит жителей, оплаты подрядчикам не видать. И тогда капитальным ремонтом довольно останутся все. Жители за качественно отремонтированные дома, подрядчики за вовремя полученную прибыль, а фонд за хорошо сделанную работу. Во время работы над репортажем наши корреспонденты выяснили массу интересных деталей. Например, что из себя представляет компания «Звезда», которая меняет ангарские лифты. Как неизвестной ранее фирме достался такой крупный заказ? И почему подрядчики выполняют его в такой спешке? Продолжение истории о капитальном ремонте смотрите скоро в нашем эфире. Факты, представленные в новом сюжете, могут заинтересовать следственные органы. День России отметили ангарчане 12 июня. В этом году центром развлечений стал парк ДК «Современник». Занятия по душе здесь смогли найти горожане любого возраста и разных увлечений. Среди них была и моя коллега Мария Константинова. Солнечно, жарко и многолюдно в парке «Современника». Именно он стал главной площадкой празднования Дня России. Пока удалые молодцы покоряли высокий турник, совсем маленькие ангарчане ловили рыбок в импровизированном аквариуме. Развлечения нашли для себя и подростки. Например, сейчас у современных детей любимая – это езда на героскутере. «Равновесие держать надо. Обладать равновесием, потому что ты стоишь, и тебе нужно равновесие пытаться держать. Не у всех это получается». Сотворить праздничную открытку за несколько минут – такой мастер-класс предлагали специалисты централизованной библиотечной системы всем желающим. «Наклеим на открыточку. Хорошо развивает моторику, детям нравится. Делается он довольно быстро и легко, да?» «Но он делается довольно быстро, да, и занимательно, и познавательно». Помимо творческих увлечений, библиотекари провели интеллектуальную викторину на знания о празднике и организовали фотозону. «Здесь атмосфера очень радостная, весёлая. Очень много детей, очень много людей». «Спасибо, Тамара. Сергей, что можете добавить?» «Раздник очень хороший, нужный для людей. Всё так весело, здорово, красиво. Всем счастья и здоровья». Здесь же, на улице Социалистической, расположился традиционный ангарский арбат. Показать свои поделки приехали не только местные мастера, но и гости из соседних городов. Они с удовольствием делились секретами творчества. «Муж занимается туисочками, делает вот такие вот замечательные туиски, а я их расписываю. Расписываю на тему мультфильмов и русских народных сказок. Потому что, в основном, если кто-то занимается берестой, там бывает тиснение. Тиснение есть на всех, как бы вот из дерева, как бересты. А мы хотим всё-таки найти свойсти и решили расписывать вот эти вот. И последняя моя работа – это вот эти вот «Богатыри». Вот это я сделала ко дню России. «Богатыри» Илья Муромец, Алёша Пакович, третьего «Богатыря». Я ещё не успела это делать. А какой праздник без зрелищ! Крыльцо современника превратили в летнюю эстраду, где блестяще выступали творческие коллективы «Ангарска». И такова информационная картина дня. Всего вам доброго и удачи в делах! Пользуемся всей семьёй. Очень нравится в стаканчиках всякие творожки банановые, клубничные. Там есть для взрослых ещё пробиотики всякие. Очень полезные. Творожок для раннего развития. И лактовид сами получается. Ну, я не знаю, как это называется. Кефирчики или там с добавочками, с фруктовыми. Вот это я люблю. Старше дочки, и правда сейчас уже три года практически. Вот мы брали для самых маленьких до восьми месяцев бисерин называется. Очень нравилось, она его очень любила. И животик от них лучше у ребятишек. Вот, и сейчас мы пользуемся уже, едим йогурты лактовидовские. Тоже очень любят, нравится. Да, мы кефирчиком регулярно пользуемся и творожок. А сейчас вот с года начинаем уже с добавками, с ягодой, с фруктами. Очень нравится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok